Наша коллега из ЗАТО Александровска расскажет несколько историй о тех, кто старается делать жизнь горожан в многоквартирных домах комфортнее. Рабочий день Веры Александровны начинается задолго до того, как из подъезда по своим делам выходят жильцы. Осложняют уборку и заставляют вставать еще раньше в снегопады. Так вместо шести утра метлу и лопату приходится готовить и в пять, и в четыре часа. Но жаловаться некогда, от этого меньше сугробов не станет, уверена дворник. Не теряя оптимизма, Вера Панфилова продолжает трудиться ни много ни мало 13-й год. Как удается справляться? Привычка. Мне кажется, вы даже сильнее некоторых мужиков. Не каждый мужчина сможет столько почистить снега, покидать. Единственный плюс в том, что на свежем воздухе работаем, и физическая работа. Никакого фитнеса не надо. Когда пути ко входным группам от снежных переметов очищены, время переходить к лестничным пролетам и площадкам. В соответствии с графиком, от ежедневной до уборки раз в портал, моют также лифты, почтовые ящики, подоконники и перила, очищают забитые мусоропроводы. Такая работа для женщин, конечно, тяжелая, но она молодец, она справляется, она молодец. Сражаться со снежными завалами, но уже в гораздо больших масштабах, выходят водители спецтехники. Еще пять лет назад Николай, например, управлял грузовым автотранспортом. Но освоив погрузчик, понял, вот оно, настоящее призвание. В кабине тепло и все под рукой. Омрачают трудовые будни только автолюбители, старательно препятствующие уборке дворовых территорий и очистке парковочных мест. Мне нравится, когда машина в дворе много и мешается работать. А остальное, в принципе, все хорошо. Особо тяжелый период для специалистов жилищно-коммунальной службы – обильные снегопады. Зачастую работать приходится круглосуточно, оперативно реагируя на жалобы, отправляя технику в различные уголки города. В данный момент на борьбу со снегом мы можем вывезти до 10 единиц техники. Это три самосвала, три погрузчика, два грейдера, один большой, один малый, шнекоротор. И каждый день, в зависимости от объекта работы, то ли это дворы, то ли это центральные дороги, мы вывозим снега в количестве от 10 до 30 машин, ну, самосвалов в день. Зимнее время приносит неприятности и другим сферам. Отопительный сезон для котельных – не просто напряженный период. Здесь должен быть зафиксирован каждый градус. Показатели строго нормированы. Многое опять у нас. Многое распространяется. Начиная от гаечного круча, качаю электроники, приборов. А вот для электрогазосварщика, коим уже 10 лет числится в рядах МЭС Алексей, работы хватает круглый год. Я сам по себе как бы любил всегда варить. Вот. В этой профессии вытянул, а вот и остался. Сюда прихожу с удовольствием, тоже варю всякие разные струки, вещи. Здесь, уверен специалист, как и в любой другой жилищно-коммунальной профессии, важна командная работа, люди, на которых можно положиться. Так, Дмитрий Александрович в соответствии с должностью мог бы выводить цифры и фиксировать данные, сидя за компьютером. Однако, облачившись в робу и защитный костюм вместе со своими подчиненными, опускается в канализационные ниши и подвальные помещения. Сантехники в случае отсутствия аварийных ситуаций, как то порывы и засоры, ежедневно проводят осмотр и обслуживание системы водоснабжения и отведения. Меняется все со временем, меняется, но охватить все и сразу никто не может. То есть, если бы люди немножечко хотя бы помогали нам, ну, вот в этом деле, то есть, имеется в виду, ну, по крайней мере, не препятствовали нам в обслуживании своих домов, было бы очень хорошо. А так, в принципе, я же говорю, в нашей работе самое главное, наверное, иметь некую беспринципность, ну, по факту, то есть, и как-то настраивать себя вот на такие неприятные моменты. А так, в принципе, ничего, справляемся, работаем. Взгляните на эти лица. Всего нескольких из десятков тысяч человек, ежедневно улучшающих качество нашей жизни. Сегодня им нужно сказать спасибо.